Ну, в общем-то, тема, которая касается, наверное, врачей любых специальностей, это анемия. Хочу остановиться на железодефицитной анемии. Анемия – это клиника-лабораторный симптомокомплекс, который характеризуется уменьшением в единице объема крови или транситов гемоглотина. Каждая лаборатория дает свои референтные показатели, поэтому мы идентируемся на те показатели, на показатели той лаборатории, с которой в данный момент работаем. Хотя, в общем-то, общепризнанными являются вот такие. Вот значения на сегодняшний день у мужчин уровень гемоглобина несколько выше, чем у женщин, и это считается нормой. Анемия является одним из самых распространенных патологических состояний в клинике. По данным ВОЗ в Европе около 10% людей страдают с анемией. У людей старше 60 лет, то есть пожилой и старческий возраст, частота анемии достигает почти 61% у мужчин, по данным некоторых исследователей, и 41% у женщин. У госпитализированных пожилых больных частота анемии выше, чем у амбулаторных пациентов. Достигает 80%, тогда на амбулаторном приеме это 5-14%. При наблюдении пациентов в возрасте 70-95, это пожилой и старческий возраст, 5-летняя выживаемость у людей без анемии составила 67%, а у людей с низким уровнем гемоглопидов всего 48%, что показало достоверное различие. Таким образом, наличие анемии у пожилого человека – это мощнейший ассоциированный фактор уменьшения продолжительности жизни и влечения вероятности смерти. Распространенность анемии у детей в развитых странах и в России достигает почти 50%. Как анемия сказывается на качестве жизни людей, как она может маскировать сопутствующую патологию или наоборот, давать ей мощный толчок манифестаций? Например, было исследование у людей старшего возраста с оценкой их когнитивных функций. Продемонстрировали, что у мужчин с анемией 55% имеют когнитивное снижение, тогда как у мужчин без анемии всего 34%. Разница существенная – 20% с лишним. Обращая внимание на наличие когнитивной инфекции, назначая препараты нейролитополического действия, мы часто забываем сделать простой общий анализ крови и сделать коррекцию уровня железа и гемоглобина. При уровне гемоглобина меньше 120 г на литр риск смерти в полтора раза лучше, чем при уровне гемоглобина 130. Эти данные были получены более чем на тысячной выборке женщин старше 65 лет. Еще одно исследование Соединенных Штатов. 50 с лишним тысяч пациентов старше 65 лет. Было показано, что анемия ассоциируется с достоверным увеличением риска повторной госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Анемия была также отмечена у 48 пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. А соотношение смертности в группе больных с недостаточностью сердца с анемией и без анемии составило 4 к 1. Поэтому на сегодняшний день, наряду с прогностически значимой терапией кардиологической направленности, мы обязательно должны контролировать состояние гемоглобина у таких пациентов. Все анемии можно классифицировать на три большие раздела. В следствии кровопотерей, в следствии нарушенного кровообразования, в следствии повышенного или ускоренного кроворазрушения. То есть гемолитические анемии. На самом деле, хронические подгемолитические анемии плавно перетекают в этот патогенетический раздел, когда нарушается кровообразование в связи с развитием дефицита железа. И мы имеем дело с одним из наиболее частых видов анемии. Это железодефицитная анемия. Клиника-лабораторный фентомокомплекс, который характеризуется нарушением синтеза гемоглобина, в следствии дефицита железа. А дефицит железа развивается как из-за патологических состояний, как и, обратите внимание, физиологических процессов. Поэтому анемия не всегда является спутником исключительно патологических проявлений. Не всегда мы можем найти нозологию, которая послужила причиной этого состояния. Большая группа пациентов, я бы сказала, это женщины, активно работающие женщины, детородного возраста, менструирующие, которые теряют в месяц больше 30-40 мл крови. Этого достаточно только 45 годам. У женщины уже достаточно четко наблюдался дефицит железа. Ну вот, собственно, такая статистика по когнитивной дисфункции при наличии анемии. И что касается железодефицитной анемии. Железодефицитная анемия – это 90% всех анемий беременных женщин. В СНГ 12% детородного возраста страдают анемией. Латентный дефицит железа в некоторых регионах достигает почти 50%. И здесь интересные данные. Если у мальчиков, подростков и юношей расходы железа меньше, чем у девушек, и потребление железа у них соответствует норме, то у девушек расход железа существенно выше в связи с появлением месячных кровотечений. А вот потребление иногда достигает 55-60% от должного, поскольку женщине модно сидеть на диете и есть меньше мяса. На самом деле, женщина должна активно потреблять мясную пищу. Железо в организм поступает в основном с животными продуктами, меньше с растительными продуктами. Выступает оно в трех формах – двухвалетной, трехвалетной, чугемовой, в котором оно содержится в крови и в мясе. Всасывается всего 1,5-2 мг. Больше железа из продуктов питания всасаться не может. Поэтому решение наших больных лечить анемию с лечительной диетой абсолютно патогенетически необоснованно. Лечить анемию необходимо препаратами, из которых в 15-20 раз железо всасывается активнее. Затем железо всасывается в 12-перстной верхней части тонкого кишечника, связывается с транспортным белком трансферином и направляется в места утилизации. Места утилизации – это костный мозг, где происходит, собственно, синдез эритроцитов, образование эритроцитов. И места хранения, где железо связывается с белком и формируется комплекс феритил. Вот феритил – это железосодержащий комплекс, который отражает запасы тканевого железа. Железо в организме выполняет очень много физиологических функций, поэтому, собственно, анемия на сегодняшний день рассматривается и как фактор риска манифестации сердечной недостаточности, прогрессирования почечной недостаточности, прогрессирования хронической ишемии мозга. Участвует в синтезе гемоглобина, гемоглобин и миоглобина, транспорт кислорода, тканевое дыхание. Гемоглобин может перенести в 60 раз больше кислорода, чем могло бы быть растворено при температуре тела, обычно, в крови. Функционирование железоизвестимых реакций обеспечивает синтез иммунокомпетентных молекул и клеток. Функционирование дофамин, серотонин и гамплогической системы, регуляция когнитивных функций, эмоционального тонуса, циркадных ритмов и сна и бодрствования. Таким образом, даже при отсутствии анемии, как клинически манифестированного состояния, у больных с латентным дефицитом железа все равно наблюдаются вот эти расстройства. То есть снижение подлетивных функций мы можем отметить у людей с дефицитом железа, особенно у пожилых людей, которые недоедают мясо, у которых уровень тканевого железа снижен. Вот так можно представить железодефицитное состояние. Это демонстрирует то, что железодефицитная анемия на самом деле является верхушкой айсберга, в основе которого сниженные запасы железа. Уменьшается уровень ферритина, транспортное железо нормальное, сывороточное железо в норме, гемоглобин в норме. Латентный дефицит железа, ферритин практически на нуле, начинает снижаться уровень сывороточного железа. Но у больного нет анемии. Вот на этих стадиях больной должен уже получать заместительную терапию, дабы у него не развилась клинически манифестированная железодефицитная анемия со снижением уровня гемоглобина. Что касается женщин инфтуирующих, тут я хочу дать некоторые данные математические. 1 мл крови содержит 0,5 мг железа. Мы знаем, что из миши больше, чем 1,5-2 мг железа человек усвоить не может. Поэтому, если женщина теряет 1 мл крови в сутки, то есть 30 мл за месяц, за месячное кровотечение, соответственно, она теряет то количество крови, которое можно восстановить. Если он теряет больше 30 мл, фактически у него будет ожидаться развитие латентного железодефицита. Причины железодефицитной анемии. Если мы выявляем этот тип анемии, нам нужно задуматься о том, почему он развился. И основной причиной железодефицитной анемии является хронические кровопотери. Желудочно-кишечные, рефлюкс изофагита у людей пожилого возраста, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, диафрагмальная грыжа, поражение нижней трети пищевода, эрозивный гастрит, язвенная болезнь желудка и очень часто, особенно теперь, НПВС, опосредованные гастропатии. Не только у тех больных, которые лечат остеопороз и контролируют боль, но и у тех больных, которые регулярно принимают ацетилсалициловую кислоту. Поскольку в какой бы форме ацетилсалициловая кислота не поступало в организм, риск развития поражения желудка и кишечника у этих больных будет выше, чем у тех, кто не принимает АССА. Дивертикулез толстой кишки, неспецифический язвенный корид, болезнь крона, геморрой и, конечно, злокачественное новообразование. Есть правило, если у молодой инструирующей женщины развивается железодефицитная анемия, вероятнее всего причиной ее являются месячные кровопотери. Если анемия развивается у мужчины, необходимо искать кровопотерю из желудочно-кишечного тракта. Если речь идет о человеке старшего возраста, необходимо исключать злокачественную опухоль толстого кишечника. Маточное кровотечение уже говорило об этом. Не только у здоровых женщин, которые теряют больше крови, чем это можно себе позволить, но и у тех, кто пользуется внутриматочными контрацептивами, при геморрогических диатезах и, конечно, при фибромиоме матки, который наши пациентки боятся оперировать, дотягивая себя до явления анемического сердца. Носовые кровотечения почечные и ядрогенные кровопотери при частых заборах крови. Нарушение всасывания. Учитывая, что железо всасывается не в желудке, а в кишечнике, то, естественно, поражение 12-перстной кишки и тонкого кишечника может привести к нарушению всасывания этого элемента. Это энтеризы, целиакия, резекция тонкой кишки, синдром недостаточного всасывания. Необходимо помнить, что нарушение всасывания трудуется не при поражении желудка. Если человек в достаточном количестве употребляет мясную пищу, фактически у него алиментарный дефицит железа не разорвется. А вот при нарушении функции тонкой кишки все пищевое железо проходит транзитом. Повышенная потребность железа наблюдается у беременных, у кормящих мам, у детей, которые интенсивно растут, особенно если они родились от мам с железодефицитом. И при лечении мамоцитарной анемии витамином В12. Таких пациентов в пожилом возрасте достаточно много. Когда мы начинаем активно их лечить, у них возникает сопутствующий железодефицит. Поэтому в дальнейшем необходимо добавлять препараты железа. Алиментарная недостаточность только у тех, кто сознательно себя ограничивает, либо вследствие своего социального положения просто не может полноценно питаться. Как правило, это лежачие больные с низким социальным статусом. В остальном это вегетарианцы сознательные и анорексотки, которые мечтают улучшить свою фигуру за счет снижения уровня тканевого железа. Лабораторные признаки железодефицитной анемии. Конечно, снижение уровня гемоглобина, низкий цветовой показатель. Низкий цветной показатель, меньше чем 0,85. Железодефицитная анемия – это гипохромная анемия. Просматривать ее надо и в плане дифференциальной диагностики с другими гипохромными состояниями. Которые относятся сидероагностические анемии при отравлении свинцом, при употреблении противотуберкулезных препаратов. И у пациентов с анемией хронического больного примерно 25% тоже может быть гипохромность. Снижение средней концентрации гемоглобина в литроците, уменьшение среднего диагностика, микроцитоз. Вот, собственно, лабораторная картина. И, конечно, снижение уровня сывороточного железа и снижение уровня ферритина. В норме сывороточное железо – 13,30 у мужчин, 12,25 у женщин. Снижение этого показателя уже демонстрирует нам железодефицит. Уровень ферритина в норме – 15,150 метрограмм на литр. У больных с железодефицитом практически стремится к нулю. Клинические проявления железодефицитной анемии можно представить тремя большими синдромами. Первые два – классические, третий. В общем-то, мы обнаживаем в основном людей старшего возраста с коморбидностью. Первый – общий анемический синдром. Он не специфичен, характерен для любого вида анемии. Связан со снижением уровня гемоглобина. Слабость, одышка, сердцебиение, головокружение, обвороти. Сидоропинический синдром интересный. Характерен только для железодефицитной анемии. Для других видов анемии эти проявления не характерны. Связан он с дефицитом тканевого железа. Мышечная слабость, которая не коррелирует с уровнем гемоглобина. Больные начинают получать препараты железа. Мышечная слабость уходит, хотя гемоглобин и железа. Изменение кожи. Трещины, сухость. Появление тусклости, ломкости волос. Ранее поседение волос. Изменение ногтей. Боль в языке. Затруднение при глотании твердой пищи. Ночное недержание овощей. Атрофический, алтваринга, ларинга, трахеин. Сухой кашель, которой не поддаются лечению. У некоторых больных может наблюдаться субфибрилитет. Ну и, конечно, синдром анемического сердца. У пожилых больных на фоне анемии мы обнаруживаем быстрое прогрессирование всех клинических состояний. Ну вот целевые группы, которым, в общем-то, необходимо выявлять уровень, определять уровень гемоглобина. Принципы лечения. Невозможно справиться при помощи только диеты. Всасывание из пищи ограничено. Поэтому необходимо использовать железосодержащие препараты. Поскольку все-таки лучше всего железо всасываться из мясной пищи, то рекомендуется в основном употреблять мясную пищу. Очень важное правило. Не прибегать к неоправданным гемотрансфузиям. Высокий риск дорожения гепатитами в больнице. Жизненным показанием гемотрансфузии является не уровень гемоглобина. Мы вели больных с уровнем гемоглобина 30-40, которые прекрасно шли на пароральных препаратах железа. Показанием абсолютным гемотрансфузии является клиническое состояние больного. Дестабилизация его гемодинамики. Парентеральные препараты железа вводятся только в следующих случаях. Если нарушено всасывание железа, то больной просто не может употреблять таблетки. Обострение язвы и болезни 12-перстной кишки и желудка является относительным показанием. Непереносимость препарата железа и необходимость быстрого насыщения очень сомнительные и относительные показания. В то же время не следует давать парентеральные препараты у больных с активным гепатитом, бронхоспазмом, инфекционно-воспалительными процессами. И в тех случаях, если мы не установили четко, что у больного нет сидороаплистической конкурсии. Препараты выбора являются соли железа для перорального приема. Причем сухая суточная доза должна быть от 100 до 300 мг, в среднем 200 мг. Лучше всего всасывается сульфат железа. Способствуют всасыванию железа различные органические кислоты и спирты. Отормозят соли, пальцы, афосфаты, фитин, антоциды, вторхиналоны. Кабочными эффектами препаратов железа являются металлический привкус во рту, нарушение аппетита, тошнота, рвота, запоры или поносы. Надо помнить и предупреждать больных, что все препараты железа окрашивают кал в темный черный цвет. И вот одним из препаратов, которые сейчас используются широко, является сорбифер-дурлез. Сорбифер-дурлез это препарат двухвалентного железа, сульфата железа с аскорбиновой кислотой. В одной таблетке содержится 100 мг, что позволяет принимать препарат 1-2 раза в сутки. Учитывая, что это соль железа, ожидаем побочные эффекты. Но в отношении побочных эффектов было предпринято такое действие, как создание вот этой формы дурлез с медленным высвобождением препарата, что приводит к тому, что препарат высвобождается в течение длительного времени, не раздражая слизистую желудка. В течение месяца сорбифер дает хорошие результаты по повышению уровня гемоглобина. И мы должны помнить, что на 7-10 день, вот начало лечения, у больных может наблюдаться ретикулоцитарный кризис с повышением уровня ретикулоцитов. При этом, может быть, они отмечают болезненность плоских костей, грудина, подвздошные кости и костная часть крови. И где-то через 3-4 недели у пациента уже повышается уровень гемоглобина. В некоторых случаях, если сохраняется кровопотеря, то этот срок может быть увеличен до 8 недель. Если хроническая кровопотеря у пациента сохраняется, то 1-2 раза в год он в лечебной дозе тоже должен получать препараты железа на 100 мг. Ну, вот сурбифер-дуролез за счет вот этой вот технологии дуролез меньше раздражает желудок, хорошо переносится пациентами, достаточно принимать 1-2 таблетки. В заключение скажу, что аммия на сегодняшний день сохраняет свое амминическое значение, влияет на прогноз у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, выявление аммии у людей пожилого возраста должно насторожить врача и совмещательно обследовать его на предмет источника кровопотерии. И в применении, в лечении железодефицитной аммии нам необходимо делать акцент на применение пара-райвер-репаратов, поскольку безопасность их применения, как уже говорилось здесь, наибольшая. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...